всем доброго времени суток уважаемые а также подписчики и гости моего канала сегодня мы практически спонтанно на ходу собрались на рыбалку от заехали прямо удочку купили леску кальмаров на что мы будем ловить и едем мы через амур по нашему мосту видно что по амуру уже идет сюда погода просто мы едем на рыбалку под низом под этим мостом сра идет железнодорожный мост испаренный сегодня мы сегодня мы едем рыбачить а что мы будем ловить это большой секрет мне друг артур сказал что тут водятся гигантские монстры гигантских размеров вот так и не показывает будем ловить крокодилов леска у меня 0 12 до 14 до автор сам не тут выбирал комплектовал снасть сейчас мы будем ловить монстров все приехали мы с артуром на рыбалку поймали двух ротанчиков начинаем пробовать обдолбились клюет слабовато народу здесь я смотрю хватает говорил тут прошлом году по 800 грамм до турки но что пока не видно отошли куда-то убежали слышно стайка отошла монстров собрались на скоряк купил себе удочку сам москву кивок леску все это дело встала клюет поклевка было дернуть смотри давай давай походите за ротанами дохлый какой-то вся короче оснастка мне сегодня встала 8 долларов правда мормышка не входит в это все артур дал мормышку ну вот это вот этот мелкий мелкий да этот мелкий граммов может быть 100 чуть удочку не уместно ты заметил ловим на кальмара на щупальце кальмаров на такую мормышку честно сказать я признаюсь честно в первый раз вообще как бы на дальнем востоке на зимней рыбалке раньше я в действии хорошо рыбачу на западе окуня плату всю ерунду вот рота но вообще первый раз жизни ловлю все заметил больше клюют даже на стоячку чем начинаешь подергивать да какие-то не сегодня не активны кстати от тестирую уже весь сезон вот такую фирму от ardent он короче позиционируется как кондиционер шнуров чтобы дальше кидалась не изнашивалась ну типа как водоотталкивающий и обладает противообледенительными свойствами но сейчас не очень холодно вот я попробовал его уже отдельно я про это сниму как бы видео но я леску фыркнул в этой ерундой скажу вообще не обледеневает ни капельки но тарту горит у нее чуть-чуть обледеневает артуре не фыркал да у меня смотри даже ни одного комочка на леске нету самое что интересно это самовская оснасть обошлась по сути дела в копейки удочка сама встала в 150 рублей еще 140 рублей смены в зимней рыбалке на наживе костюм брат это зимний костюм а я думал наживка начинаем делать вернее я начинаю делать первые шаги зимние рыбалки на дальнем востоке ну артур гритом тоже говорит невысокий специалиста немного рыбачу ты первый раз да но я 5 это 5 собрались два профессионала мне ну хоть трех шутчат поймали артур одного маленького отпустил люди здесь вот с местными старожилами разговаривали они вообще как берут ротана и на его мясо да или на нарезку как тут правильно да ты чё я будем его вручную смотри красавицы ротанишка вымутили вымутили ой смотри у нее какие-то типа пиявок паразиты смотрел лишь под жаберными крышками он смотри какие они пиявки нет какие-то виды паразитических по рукам у меня заползали траве живет а это в траве живет такая по вкусу ему оказался мой кальмар ловим салат из кальмара по восточному сделан 20 октября да как бы свежак да ну и сразу же ими закусываем да это я вот там при такой прикормил подожди подожди стой 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 не напугай два раза прикинь сходит у меня уже о у меня уже клюет сразу же только то есть вот такой я тебе говорю больше этого два раза я хочу другой был большой ли еще больше еще больше этого буду нифига серо то нища вот такой тамбур а это еще не самый это еще не крупный жаберные крышки ага распушился красавец я у него хавалка вот пожалуйста рука смотри а чем то я смотрю прикармливаете чем-то да я взял а не нормально химия прикорма обычно кинул чтобы малек крутился а да потихонечку вроде сработало да ага так сыпанулся с манками числетняя рыба ну что попробуем сыпать да ну зачем ну вот такая вот пошли наших дергать ротанелов вот он сейчас здесь его по любому стоит ну клевал сейчас я видел кстати да вот нам сейчас человек рассказал историю такую забавную что ротаны это чисто местные дальневосточные рыбы да разве уже сейчас везде по всей россии не смотрю ну я вот сколько сейчас мне 50 51 я с 7 лет наверно их ловил ну то есть сколько уже 44 года у меня вот есть у меня вот есть ух 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 о ротаны клюют хе 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 надо тоже ловить значит ямка говорите здесь да хе 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 артур слышь это друг будь любезен долбани на меня тут тоже соседние крайние поклевки у артура сколько могу часика 3 посидели до около того улов у нас небольшой потому что мы приехали поздно да вот такие у нас был да из-за этого ну пасть большая схода я просто выдираю у него из пасти завтра будет который жадно хватнул тут уже попадается да его вынимаешь и на берегу ну вернее на льду уже это срывается вот небольшой наш уловчик ротанов и всякие большие как всегда ушли как говорят рыбаки да ну да повеселили все таки это небольшой артур горит тут есть грамм по 800 до вот раза раза в полтора точно и мы все-таки открыли как бы сказать зимний перволюдочный сезон для меня вообще первая рыбалка зимняя на дальнем востоке кондиционер шнура реально от замораживания помогает вот я сегодня побрызгал и и три часа я сегодня ловлю безо всяких проблем вот смотрите видите вот она видно прямо обмерзает в артура у меня прям вообще не еди на этой даже не капельки воды ничего да я думаю в камеру а вот сейчас уже с чисел убрал вот она сюда да вот он у тебя даже видно смотри он здесь и прямо это у меня вообще не замерзли полосе а у тебя о смотри а у меня вообще не еди на это нету прям как это ну а у меня даже кивок я просто про фыркал да мне даже кивок не обледеню хотя кивком даже в воду отпускаю глубину мере и представляешь ну штуковина так я все один раз ладно бы хотим за рыбалку несколько раз нам фыркал да я буквально фыркнул вначале пока леска сухая было вот но не мокрая вот еще видно да смотри она как мы кроватая видишь леска у меня вот я вот это вот фыркнул штуковиной в теме завтра будет веселей да я поменяю себя снаточку а у тебя артур эту мормышку уже приватизирую да приватизируете эту мормышку ты посмотри какие нибудь там тоже всякие толковые такие побольше крючочками проблему в том что сходит из-за того что пасть большая а кальмары жестковатый вот учишь не пробивая что кому-то ну чуть-чуть чуть-чуть пробьешь такой да смотри возьми сейчас в этот крючок возьми держи удочку держи и посмотри вот на эту пасть надо даже нигде не зацепиться таким этим крючком такую пасть до от этого у тебя и сколько ты их штук 3 до поймал сегодня ну а все остальное я на тебя потому что у меня он мормышка большая и крючок большую чисто вот такие нюансы получились за следующий раз я тоже значит надо эту проблуду побрызгать до побрызгаем побрызгаем и купим новые но приманочки остасточки ну и попробуем раз у нас будет повеселее муж это 10 пролюбность типа я вот видел это саня с канала простая рыбалка кстати саня тебе привет смотреть будешь ты там вот тоже ротанов ловишь там мотыль этот беркли как-то там ароматизированный пробуешь у нас продается такая штука дается многие ловят просто и опарыши тоже такие же там пенопласт цветной пенопласт продается красный желтый зеленый всякий разный пенопласт тоже может быть нас на крючок просто одеваю попробуем купим у тебя мотыля но ты ну чисто это ну чё баночку купим мяку я куплю 700 рублей баночка 700 рублей баночка такая маленькая баночка сто семьсот рублей ничего себе опарыши черви я тебе скажу а салат сколько стоит по дальневосточной 100 рублей плюс я его сам поел тогда мы не будем наверное изменять нашим традициям да мы просто купим завтра нормального замороженного кальмара из него сделаем тонкие ломтики да и будем одевать на крючок он тонкий наверное а я кстати на что тоже кончики брал вот этих щупальцев чтобы типа играли за самый кончик нанизивал что-то как-то он не оценил мои эти раз вот так и рыбачили да вот тоненький и за кончик цепляешь он играет просекается речи потому что тоньше да тут же нюанс какой я заметил было даже кальмар не пробиваешь вынимаешь он даже кальмар не пробил крючок когда вот и закрывать но и крючки тупые это самое главное на точилку возьму свою тулу на русскую заточим он такая вот штука смотри одного аккумулятора целый день хватило снимать при том что как бы прохладить сильно холодно у меня еще он запасной он лежит слышкой совсем видишь да нету есть какой-нибудь пакет мелкий пакетик то всего надо всего ничего ну теперь я стал счастливый обладатель удочки зимний который у меня не было а которая кстати будет информация в обзоре да 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 информация будет в обзоре трубочку сам ну-ка подержи буду закидывать наших ротанчиков и рюкзак потом положишь лучше не такие как эти поровне это как тут как поровне вот здорово сильно красавчик да ну замерзла тоннела у вот килограмма тела точно больше килограмма ну не знаю но килограмм железно-бетонный ага ну пойдем как раз красивый такой закат и мы с артуром собираемся домой всю нашу снарягу забрал всем рекомендую пешня тонар сделала в барнауле не надо знаешь когда у нас тут зимой то наверно когда промерзнет повеселее такой то я вот такой вот пешной долбил лунки метр метр метро полчаса полчаса метр долбить у нас сегодня все таки смена лунок дала результат хороший то что мы обдавливались я заметил вот одна лунка была уже раз встали на мели потому что в этом месте видим какой-то свал ямка и в этой яме он базируется как раз ну и сама глубокая строго тоже где поменьше рыбы тоже не было она вся была вот именно по центру там глубина не не было кстати говоря травы в траве его не до в траве не было до чисто одно было на чистом дне клево одно просматривалась как бы такое песчаное одно то есть это место где ему трава не мешает но питаться находить себе пищу вот такое у нас открытие зимнего сезона получилось ну вот уважаемые кому понравилось ставьте палец вверх подписывайтесь на канал до свидания до новых встреч